Доброе утро, уважаемые коллеги! Хотела бы представить вам свое видение проблемы капризный пациент, характер или диагноз. Я думаю, у всех врачей в онкологической практике встречаются капризные пациенты. И хочу начать с приведения клинических случаев. Первый клинический случай – это пациентка 78 лет с заболеванием поперечно-ободочной кишки 4 стадии, инвалид 1 группы, по образованию инженер, индекс массы тела 28, в анамнезе черепно-мозговая травма, замужем. С июля 2019 года ей проводилась первая линия полихимиотерапии по схеме Фолфокс. Проведено в итоге всего два цикла с редукцией дозы на 25% с учетом возраста. На лечение пациентка всегда приходила в сопровождении мужа. Он отвечал на все вопросы по поводу ее состояния здоровья. На фоне второго цикла химиотерапии появилась спутанность сознания. Пациентка перестала ориентироваться во времени. Находилась в состоянии эйфории. Проведена беседа с мужем. Он отметил ухудшение когнитивных функций пациентки. Выполнено МРТ головного мозга. Данных за наличие острого наружения мозгового кровообращения не получено. Данных за наличие метастазов также не получено. В рамках научной работы выполнен комплексный гериатрический осмотр. Пациентка жалуется на нарушение мочеиспускания, на нарушение дефекации зрения, неустойчивость походки, используя тачки и системы съемные зубные протезы, ортопедическую обувь. По результатам комплексного обследования выявлены когнитивные нарушения, снижение повседневной активности, умеренная зависимость, снижение инструментальной активности, опасность недоедания. Пациентке было рекомендовано выполнить контрольное обследование, но, к сожалению, эффект от терапии оценить не удалось, так как обследование не было выполнено и связи с родственниками в дальнейшем нет. Второй клинический случай – это пациент 79 лет с первичным множественным синхронным заболеванием, неходжкинская лимфома, по поводу которой было выполнено хирургическое лечение, химиотерапия и иммунотерапия. И рак прямой кишки четвертой стадии, дикий тип, по поводу которого была проведена первая линия химиотерапии по схеме Фулфокс, 12 циклов. Далее пациент был отправлен на поддерживающую терапию капицитабином. Прогрессирование от января 2019 года и с февраля 2019 года имму было проведено 12 циклов второй линии химиотерапии по схеме Фулфири, также с редукцией ДОС на 25% с учетом возраста. По данным контрольного обследования у пациента стабилизация процесса и он отпущен под динамическое наблюдение. Также ему было выполнено комплексное гериатрическое обследование. Пациент инвалид первой группы, пенсионер, индекс массы тела 29, женат, жалуется на нарушение зрения и изменение тембра голоса, использует очки. По результатам комплексной гериатрической оценки можно сказать, что у пациента вероятно когнитивное нарушение и вероятно депрессия. Так каким же мы себе представляем капризного пациента? Это человек, у которого мы наблюдаем конфликты с родственником медицинским персоналом, с окружающими людьми. Он отказывается от лечения, не принимает свой диагноз, жалуется на недостаточное лечение, страх перед собственным заболеванием, не способен высказать свое желание лечиться или не лечиться, не соблюдает врачебные рекомендации, не желает или не способен выполнять гигиенические процедуры, не способен соблюдать правила поведения во время обследования или лечения, не может рассказать о своих ощущениях и жалобах, не способен самостоятельно явиться на процедуры или обследования или лечения, и не способен обеспечить себе рациональное питание и питьевой баланс. Конечно же, все эти проявления могут быть связаны не только с когнитивными нарушениями, связанными с пожилым возрастом, но также могут быть связаны с проявлениями переживаний по поводу онкологического заболевания. По данным классификации ВОЗ, пожилым возрастом считается период от 60 до 74 лет, старческим возрастом от 75 до 90 лет. К 2050 году доля людей пенсионного возраста возрастет на 28%, а если в стране не повысили бы пенсионный возраст, то к 2050 году она увеличилась бы до 35%. За 2019 год в медицинкологии Петрова пролечилось примерно 4,5 тысячи пациентов. Из них 2300 человек были старше 60 лет, а это чуть больше, чем 50%. Рак – это прежде всего заболевание пожилых людей. В России в 2017 году в возрастной группе 60 лет и старше диагностировали 70% случаев онкологического заболевания в мужской популяции и 65% в женской популяции. К 2030 году ожидается, что продолжительность жизни возрастет до 80 лет. Соответственно, увеличится доля пациентов пожилого возраста с онкологическими заболеваниями. К основным симптомам деменции у пациентов относятся проблемы с абстрактным мышлением, проблемы с речью, потеря памяти, дезориентация, забывание местонахождения вещей, плохая рассудительность, личностные изменения, отсутствие инициативности, сотруднения с выполнением повседневных задач. У разных людей болезнь протекает с разной интенсивностью, что объясняется влиянием индивидуальных показателей. Изначальный уровень интеллектуальных способностей больного, состояние физического и морального здоровья, уровень социальной активности, условия жизни, совместное проживание с родственниками или же в одиночестве, наличие или отсутствие доверительных отношений с близкими, качество питания и образ жизни, наследственность. Комплексное гериатрическое обследование может помочь нам оценить все вышеперечисленные факторы риска. Инструментами комплексного гериатрического обследования являются гериатрическая шкала кумулятивности расстройств, опросник активность повседневной жизни, определение индекса Кетли, краткая шкала оценки питания, краткий опросник качества Всемирной организации здравоохранения, краткая шкала психического статуса, гериатрическая шкала оценки депрессии. Комплексная гериатрическая оценка включает в себя всеобъемлющую и междисциплинарную оценку состояния физического и психического здоровья, социальных отношений и удовлетворенности к качествам жизни. Это обследование может помочь нам выявить ключевые показания и противопоказания для назначения системной противоопухолевой терапии больным пожилого и старческого возраста, а также адаптировать лечение, провести целевые мероприятия, направленные на коррекцию гериатрического статуса. Оценка гериатрического статуса в онкологии позволяет прогнозировать токсичность химиотерапии, осложнения в процессе лечения и раннюю смертность. Осуществляется отбор пациентов на специализированное лечение с использованием стандартных схем. Помогает врачу-онкологу в принятии решений относительно модификации лечения с целью уменьшения факторов риска неблагоприятных исходов лечения. Коррекция гериатрических синдромов способна расширить показания к специализированному лечению. Больных пожилого и старческого возраста. Кроме деменции, для людей старшего возраста характерны обострения хронических болезней, сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, гипертонии, инсульт и диабет. Психические нарушения у лиц, страдающих онкологическими заболеваниями, во многом типичны для любого тяжелого телесного страдания. Но при этом ни одно заболевание не несет в себе столь мощной стрессирующей нагрузки, как рак. Несмотря на успехи современной онкологии, для больных людей само это слово до сих пор является синонимом обреченности. Известно, что страх деменции стоит на втором месте после страха ракового заболевания. Актуальность этих проблем обусловлена тем, что в пожилом возрасте большинство заболеваний не поддается радикальному излечению, а эффект терапии заключается только в продлении жизни и сохранении ее качества. Клинически значимая деменция у онкобольных встречается нечасто. Физический и психический стресс, связанный с заболеванием, может снять маску с ранее хорошо компенсированной деменцией. Около 85% онкологических больных, у которых появляются признаки деменции, страдают болезнью Альцгеймера, заболеваниями сосудов головного мозга или другой патологии, не связанной с опухолью. У незначительной части пациентов деменция будет иметь потенциально обратимые причины, такие как гидроцефалия с нормальным давлением, дисфункция щитовидной железы, дефицит витаминов и инфекционное поражение нервной системы. У небольшого числа онкобольных может развиваться деменция с относительно быстрым началом. Это может быть следствием злокачественной инфильтрации, инфекционной энцефалопатии или паранеопластического синдрома. Высокодозная лучевая терапия может быть причиной деменции, которая развивается через несколько месяцев или лет после лечения и более часто, если химиотерапия проводилась одновременно с лучевой терапией. У пациентов, леченных метатриксатом, может развиваться лейкоэнцефалопатия с деменцией и наиболее часто встречаются у пациентов, которым ранее проводилась лучевая терапия. Клиническая деменция проявляется постепенным началом процесса, а также с тот же продолжительным, но стабильным ухудшением состояния здоровья в течение месяцев и лет. Пациенты с прогрессирующей деменцией постепенно становятся все более настороженными, плохо концентрируют внимание. У них отмечается ухудшение памяти. Способность мыслить, рассуждать, ориентироваться в окружающей обстановке во времени и личности резко снижается. Речь больных не отличается красочностью, довольно стереотипная. В отличие от делериозного состояния при деменции у онкобольных, галлюцинаторные явления отмечаются редко. Раннюю деменцию следует отличать от депрессии. Диагностика депрессии определяется по острому началу данного состояния, плохому самоотображению, чувству вины, уходу в себя и апатии. При исследовании пациент с депрессией способен давать достаточной степени адекватные ответы, в то время как пациент с истинной деменцией этого сделать не может. У любых пациентов на всех этапах лечения наблюдаются определенные психогенные реакции, различающиеся по клиническим проявлениям и степени выраженности. Наиболее часто встречаются тревога, страх, плохое настроение, остыния, характеризуются слабостью, повышенной утомляемостью, эмоциональной неустойчивостью, нарушениями сла и плаксивостью. Ипохондрия, апатия, дисфория, преобладает мрачное, угромное, злобное, раздражительное настроение, нередки проявления вспыльчивости и агрессивности. Лечение пациентов пожилого возраста является актуальной проблемой. Те трудности, с которыми мы сталкиваемся в клинической практике при оценке их состояния и при общении с ними и их родственниками, заставляют нас задуматься и обсудить со специалистами, психиатрами, гериаторами и юристами следующие вопросы. Является ли сам по себе старческий возраст ограничением к проведению специализированного лечения онкологическим больным? Является ли наличие деменции легкой, средней или тяжелой степени тяжести противопоказанием к лечению? Надо ли проводить комплексную гериатрическую оценку пациентам пожилого возраста, поступающим в онкологических стационар? Кто должен проводить эту комплексную гериатрическую оценку? Терапевт, онколог или гериатор? Кто должен входить в состав мультидисциплинарной команды, кроме онколога и терапевта, психиатр, психолог или психиатр? Имеем ли мы право назначать или рекомендовать пациентам консультацию психиатра? Кто принимает решение о согласии пациента на лечение, его родственники, сам пациент или опекун? Кто и на каком этапе ставит вопрос о дееспособности пациента и необходимости палеотивной терапии? У какого специалиста должен наблюдаться онкологический пациент с выявленными когнитивными нарушениями? И существует ли какая-то система реабилитации этих пациентов? С позиции онколога могу сказать, что пожилые пациенты находятся в невыгодной ситуации. Скрытыми формами дискриминации этих пациентов является отказ в госпитализации или назначение дорогих методов лечения. Пациентов пожилого возраста можно и нужно лечить. Их не следует держать в стационаре, если этого не требует их состояние. Их психическое состояние может улучшиться при выписке их домой. Комплексное гериатрическое обследование направлено на разработку совместно с пожилым человеком и его окружением плана медицинской реабилитации, алгоритм поддержки его состояния здоровья во время и после специализированного лечения. Онкобольные с деменцией будут чувствовать себя лучше в семейном кругу, который должен быть максимально комфортен для них. Пациенты, не способные к самообслуживанию, нуждаются в различных видах помощи, как со стороны медицинского персонала, так и со стороны его родственников. Необходима работа мультидисциплинарной команды – онколог, гериатр, психолог или психиатр и терапевт. Нужно объяснить пациенту и его семье, что данное нарушение является органической природой, и эта патология характерна для пожилого возраста. При усугублении ситуации пациенту необходима палеотивная помощь. Как говорил Аристотель, болезнь есть преждевременная старость, а старость – это естественная болезнь. На организм больного пожилого человека влияют три фактора – онкологическое заболевание, его сопутствующая патология и гериатрический статус. И только командная работа может помочь нам продлить жизнь этим пациентам и улучшить ее качество. Спасибо за внимание. Продолжение следует...